Привет, друзья! Сегодня в пятом туре я играл с Павлом Андреевичем Панкратовым, шахматистом, который играет все дебюты, и угадать, что он выберет, у меня еще ни разу не получалось. Поэтому подготовкой я особо не заморачивался, наметил себе пойти Д4 и на коне в 6, вот, на коне в 6, С4. Несколько партий посмотрел у него, но понял, что может попытаться сыграть странную староиндийскую или какую-нибудь Бинони. Вот. Ну, так, мельком, минут 15 глянул. Про Грюнфельда забыл. Тоже была у меня мысль, что может здесь пойти Д5. А нет, не забыл. Я решил готовиться не по своим партиям. Ну, у Паши там я партий особо в Грюнфельде много не нашел. Вот. Решил готовиться по партиям Артема Тимофеева. Мне показалось, что он в этом году начал возвращать былую форму, когда он в суперфинал там выходил. Там отлично боролся. Вот. Нашел его партию из командного турнира с Гутеневым. Так, тут дождь идет страшный. Поэтому Шелест дождя, я надеюсь, вас отвлекать не будет от моего рассказа. Просто если закрыть окно, то дышать вообще нечем. Так вот. Артем Тимофеев ходил здесь в Ферзь Б3. Ой, виноват. Ферзь Б3, конечно. И после ДЦ Ферзь бьет С4. А6 Е4. Б5 Ферзь Б3. Рокировка Е5. Конь Д7 Е6. ФЕ. Возникла сложнейшая позиция, которую он убедительно выиграл. Я посмотрел эту партию, восхитился. А за доской начал вспоминать, что же он делал. Так как вспомнить не смог. Старость, не радость. Было принято решение сыграть то же, что я играл с Артуром Габриэляном на высшей лиге. В 8 туре. В 2013 году. Она проходила в Екатеринбурге. Вот. А играл я здесь слон Б5 шаг. Паша, Павел Андреевич, так же как и Артур Габриэлян, закрылся конь Д7. Я помнил, что надо в какой-то момент пойти А4 и пошел сразу. С Габриэляном я играл намного серьезнее. Я сделал рокировку и только здесь пошел А4. После чего возник стойкий перевесик. У белок преимущество двух слонов. Такая приятная позиция. И игра фактически на два результата. В общем, почти равная позиция, но от черных требуется серьезная аккуратность. Вот. Именно это я и хотел получить, но ляпнул А4 сразу. Павел Андреевич тут же воспользовался этим. И выскочил конем на Ц5. Правда, ну ничего страшного для белых нет. Просто им сдвоили пешки. А они взамен получили мощный центр. Конечно же, Д5. Конь Ц5. Брать коня на Ц5 нельзя. Из-за ферзь опять шаг. Теперь ладья Ц8. Рокировка. И эта позиция мне, в принципе, тоже она нравилась. Она меня вполне устраивала. Но тут я уже начал ошибаться. Железу страшно нравится в этой позиции ход король Ж2. Такой неторопливый. Все поставить как следует. А потом начать двигать центр. Ф4, Е5 и так далее. Король нужен на Ж2. Из-за того, что я его туда не поставил. Я, в общем-то, мат и получил. Вот. Ну, не мат, а, в общем, попал под эту атаку. Есть еще отличный ход ферзь Д2. Белые хотят пойти А5. И, в общем-то, пешка Б7 является реальной слабостью. То есть, по сравнению с моей партией с Габриэляном, здесь перевес, пожалуй, побольше у белого. Чем то, что я вам только что показал. Но я решил сразу пойти Ф4, не откладывая на завтра то, что можно сделать послезавтра. Ферзь Д7. И по какой-то непонятной мне причине... А, пограживает ферзь А3. Поэтому я решил не ходить ни А5, ни ладья Б6. Хотя ладья Б6 выглядит очень даже серьезной альтернативой. А сейчас пойду, если ферзь А3 не поставить, то пойду король Ж2, потом Е5. Такая комфортная игра, мне казалось, у белых. Ну и после ферзь Ф3 ничего страшного. Б5 это серьезная идея. Ну и я тоже здесь очень здорово сыграл Е5, как мне кажется. И сейчас ладья Б на С1, мне кажется, очень сильный ход. На все остальное мне не нравилось, что ладья заходит на С3, а потом начинает прыгать конь. Ходом ладья С1 я фактически от ладья С3 обезопасился. Ладья С3, ну можно взять на А4. Там совершенно ничейный эспель возникает. Вот, ну, я его даже рассматривать не стал. Вот, но есть неплохой ход, логичный, слон Е4. И если Б4, то Д6 с идеей слон С6. В общем-то, от черных еще требуется аккуратная игра для поддержания равенства. Павел Андреевич сыграл на С3, прыгнул конем. И после слон Б3 у белых уже некоторый перевесик. Причем такой существенный, я бы сказал. У черных нет ни одной, сколь бы то ни было, приличной угрозы. Дело в том, что если они пойдут ладья Д8, то сразу же белый слон выпрыгнет на Б6. И по мнению железного дровосека, большой перевес белых подчеркивала ладья Е1. Теперь, если ладья ФД8, то просто слон Б6 и король Ж2. На ладья А8 с идеей зайти на А3 белые просто отнимают пешку Б4. И пытаются реализовать личную центральную пешку. А если черные ладья А8 не ходят, хотя после партии Павел Андреевич мне сказал, что он собирался ладья А8 ходить. То вот на ферзь Ф5 вполне достаточно король Ж2. И, скажем, на ферзь Д3 начинаем сдваивать ладьи. Ладья С2. С идеей где-то ладья Д2 вытеснить и Д6 пойти вообще. Может быть. Или слон Д2 поменять ферзей. То есть идей огромное множество у белых и все хорошие. Мне же понравился ход слон Д4. Ну как напасть на коня? То есть такой дилетантизм вообще. Увидел, что могу напасть на пешку и сразу напал. Ну что за безобразие. Тут мне помогли. Конь Б5. Я вполне мог уйти на Б2. На А1 железо, говорит. Ведет к равной позиции. Вернуться на Е3. Самое простое. Вернуться на Е3. На ферзь Ф5, король Ж2. Консолидировались. И черные должны ставить вечный шар. Ну может и не должны. Но в общем-то видно, что ничего страшного для белых вообще нет. Пешка на Б4 стоит хуже, чем на Б5. Когда вот конь еще на А4 был. То есть она не ограничивает слона. Б3 теперь. У слона Д4 тоже есть свои диагонали. Но я увлекся. Я заметил такую идею. Что если черные попытаются дать вот такой мат. Ну скажем, на ферзь Е3. Условная. Ферзь Ж4 шаг. Если ферзем закрыться, то конь Е2. Это вилка. А на король Х1. Очень сильный ход конь Ф3. И нет защиты от двойного удара. Ферзь Х3. Мат на Х2. Или ладья на Ф1. То есть ладью убрать можно. Но после ферзь Х3 не защититься от мата на Х2. Придется отдавать ферзя за коня. Оценивать эту позицию я не буду. Очевидно. Вот. И вот здесь сказалось, что я давно не отдыхал. Очень, кстати, завтра у нас, то есть в воскресенье, будет выходной после пятого тура. По мне так лучше бы он был перед пятым туром. А вообще лучше после каждого тура выходной устраивать. Или после двух хотя бы, трех, ладно. После каждых трех туров. Вот. Ну, ну четырех, ладно. Четыре же я как-то держался. В общем, выходной весьма кстати. Вот в этой позиции вместо совершенно естественного хода король Ж2. Хода, который можно сделать рукой. После чего возникает ничья. Черные вынуждены бить на Б3. И вот эту позицию я к ней приходил. Каким-то другим нелепым порядком ходов. Вот. И оценивал, что она абсолютно ничейная. Черные переведут слона на Д6. То есть белые выиграть не могут. Ну и проиграть белые не могут. У них крепость. Они ставят пешку на А3. Корзиана Ф3 ладью на Д1. Еще одной ладьей как-то маневрируют или меняют ее. То есть если черные будут пытаться слишком нагло играть на выигрыш и надвигают пешки, то могут проиграть. Вот. А если же черные после ферзь Е3 дают шаг на Ж4, то после ферзь Ж3 вот этот вот размен приводит к потере пешки Б4. И черным предстоит борьба за ничью. Слон Ж7 очень сильно ограничен белыми пешками. Пешка Е7 слабая. Пешка Д потенциальная проходная. Ну, железный друг ставит плюс-равно. На самом деле позиция для черных очень неприятная. Но меня посетила коварная идея. Я решил поставить коварную ловушку. Вот так вот. Поэтому коварно сыграл слон А4. Последовало ладья бьет С5. Паша попался в эту ловушку. Сейчас ход ферзь Е3 единственный. И я смотрю, думаю, ферзь Ж4 шаг, если он даст, то после короля Х1, конь Ф3 я ему нанесу слон Д7 и выиграю партию. Если Ф5, то ЕФ и взял коня. Если Ферзь Х5, то Х3 и победил. Если Е6, то ДЕ и выиграл. После того, как мы уже закончили партию и начали это все обсуждать, к нам подошел шахматист из нашего турнира, Сверидов из Томска, если я не ошибаюсь. И сказал, что в этой позиции есть ход Ф5. И от ферзь Х3 защиты нет. То есть... Все. И компьютер с этим согласился. Вот такую коварную ловушку я поставил. И если бы он в нее попался, то партия бы завершилась моим поражением еще быстрее. А после слон бьет Е5 у меня появились шансы. Стоило пойти слон Д1. Или даже, например, вот есть ход ладья Ф1. И то это сильнее, чем то, что я сделал. После слон Д1, слон Ф6. Мат черные не ставят. Ничего вроде тоже не выигрывают. Но белые сейчас забирают на Б4. Конечно, у них все фигуры очень пассивны. Но то, что все пешки на одном фланге... Дает белым прекрасные шансы на ничью. То есть в какой-то момент соскочить в разноцвет. Или даже еще лучше бы владейник. Где такая пешечная структура обеспечивает легчайшую ничью. В Эншпеле 3 против 4. Но вместо этого я решил ловить до конца. Я побил ФЕ. В полной уверенностью, что черные вынуждены ходить. Ферзь Ж4. Конь Ф3. И здесь я насчитал такой вариант. Слон Д7. Ф3. Е6. Да. ДЕ, ФЕ. Конь не висит. Но с другой стороны... Очень сильная ладья С8. И на ферзь Х3 уже последует... Слон бьет Е6. Ферзь Е6. Ладья Ф8. И я выигрываю. Холодным душем явилась конь f3 После чего, в общем-то, партию можно уже и не рассматривать В реализации Павел Андреевич был достаточно четок Меня утешает то, что защищался я тоже по первой линии Но оценка после входа конь f3 шаг Минус 6,5, минус 7 И как бы я не защищался Лучше она не становилась Все форсировано, брать на b3 нельзя и за ферзь до 3 шаг Теперь d7 И после пешку b я отнял, но большие проблемы со слоном Я вообще считал, что я его теряю И только после того, как сдался И мы начали смотреть на эту позицию на диаграмме Я обнаружил, что есть ход король e2 и слон еще заищен Но объективности ради давайте оценим эту позицию Как совершенно безнадежную у белых Пешка h2 потеряется В общем, они под атакой и без материала В общем, совершенно великолепно, что наступил выходной день Возьму завтра на прокат машину Кого-нибудь из попутчиков С этого турнира возьму Ну, надеюсь, что захотят люди покататься И не на экскурсию двухчасовую по Ярославлю Вы слышите, какой ливень идет? Может быть дождь страшный Может быть там, ну снег не может Может быть жара плюс 40 То есть все, что угодно может быть А я просто сяду в машину И покатаюсь по всему Золотому кольцу Посмотрю, постараюсь все достопримечательности посмотреть Ну вот, всем спасибо за внимание С вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин До послезавтра Продолжение следует...